В работе над совместным проектом по изучению герметов-амфидерептилий о своих впечатлениях и вкратце о результатах. Прошу прощения, если название доклада немножко дезориентирует. Дело в том, что на далекой Амазонке не бывал я никогда. Восточная Амазония – это часть огромной территории, связанной с Великой рекой и ее притоками. Здесь характерный биом влажного тропического леса, но в связи с тем, что рельеф и расстояние до побережья меняются, на протяжении всей Амазонии существуют градиенты, особенности в разных частях климатические, соответственно, флоры и фауны. И восточная часть Амазонии, характерный обилием рек, доминирует здесь, естественно, Амазонка. В западной части протекает река Шенгу, попадающая в Амазонку, и одна из крупнейших рек в Бразилии – Пара. Она короткая, но весьма полноводная. Между Амазонкой и Пара территория незимная и покрыта сетью малых и средних рек. То есть, если ткнуть пальцем в карту, то вы неизбежно попадете в какой-нибудь остров. И самый крупный из островов – это остров Морожон. Он как раз и отделяет устья Амазонки от залива Морожон и устья реки Пара. Пара – не только Великая река, говорят, что именно так она переводится с языками с индейцев, но это еще и топонимически образующее такое название – штат, в котором эта река находится. Вот ее типичная природа и тропический лес на берегах. Штат тоже называется Пара. Это один из крупнейших штатов Бразилии в сравнении с Украиной. Территория штата чуть больше. Он одним из последних присоединился к Федерации, поэтому на флаге Бразилии его символизирует вот эта яркая звезда, выше надписи «Порядок и прогресс». Столица штатов – крупнейший в этой местности город. Действительно большой город, более двух миллионов населения с пригородами, которые в 19 веке британцы тоже называли Пара, но по-видимому сейчас считается португальское название – Гелена. Вот в этот город, в этот штат и в эту часть Амазонии три года назад я впервые приехал для исследования геминтов совместно с геминтологами в Бразилии. Пару слов о том, как и почему это получилось. Я по специальности паразитолог и геминтолог, так написано в дипломе, и изучаю нематод амфибий и рептилий. Чаще всего в поле зрения попадают нематоды семейства радиозиде. Это обычные, одни из самых обычных паразитов этих групп хозяев. Локализуются они в легких хозяев, и в мировой фауне известно более ста видов. Вот на диаграмме представлено количество видов, проектирующих у отдельных таксонов хозяев. Судьба этого семейства, история его исследования, немножко похожа на тяжелую женскую долю, потому что именитые и не очень геминтологи, начиная с конца XVIII века, интересовались этой группой, но интерес заканчивался одной-двумя публикациями, и они переключались на что-то более важное и интересное. Можно назвать фамилией Тюжардена, Стрябина, Мечникова, Шабо. У меня получилось так, что в течение многих лет я не отвлекался от этих нематод, и трудности в изучении этих органично связаны, прежде всего, с тем, что внешне они выглядят как самки, хотя в действительности это их мокрадиды. Мужское начало представлено маленьким участком половой системы, где продуцируются мужские жилые клетки. А у самых нематод, как известно, маркурических признаков не так много, и для систематики кациномии, что мало что можно найти в их монтологе. Исследуя эту группу в течение 10 лет, я внезапно оказался самым опытным храбдиозидологом. И когда где-то в начале 2000-х интерес к этой группе возобновился, в разных частях земного шара появились отдельные исследователи и рабочие группы, которые изучали храбдиозид. В частности, одна из таких групп работала и работает в Федеральном университете штата Паран в городе Берем. Они нашли меня в социальной сети ResearchKate, предложили сотрудничество. Поначалу я согласился так осторожно, потому что обычно это все сходится к тому, что присылают материал, неизвестно, как собранный, как правило, не очень хорошо сохранившийся, и потом надеются на совместные публикации результатов изучения. Но бразильцы оказались интереснее и настойчивее. Они предложили совместную работу у них. Для таких совместных исследований они даже пообещали найти деньги, и оказалось, что это не так сложно в Бразилии. Есть два фонда с аббревиаторами CNPQ и КПС. Это государственные фонды, финансирующие научные исследования, в том числе фундаментальные. С 2008 года они поддерживают программу, которая называется «Наука без границ». Для безграничных ученых в Бразилии предлагается финансирование стажировок и обучения за рубежом. Для бразильских ученых это одно из направлений. Второе направление – приглашение иностранных специалистов для чтения лекций или совместных научных исследований. И был написан проект под названием «Систематика ракурситов паразитических нематодов амфибиорептилий в Восточной Амазонии». Благодаря этому проекту я познакомился с паразитическими паразитологами и гельминтологами. И в планах проекта было трехлетнее изучение гельминтов амфибии и эфтилий, экспедиционные выезды в окрестностях Беллина, парк Бума и заповедник, национальный лес Кашвана. В работе на проектах принимали участие и исследователи, и аспиранты, и студенты университета Беллина. Пару слов о городе. Название города происходит от города Виклием. Португальцы решили несколько сократить. Пишется он «Беллина», читается по правилам португальского языка Беллина, но бразильцы его несколько модифицировали, поэтому произносят город как Беллина. Город достаточно древний для нового света. В прошлом году отметили 403-е город, очень тучно. Достоперечательности для туристов там не так много. В первую очередь, это один из крупнейших и старейших открытых рынков. Берут-казел. Здесь находят его крыша и причал для рыбаков, которые каждое утро вывозят сюда рыбу для продажи. Туристам обычно показывают порт, с которого все начиналось с артефактами недавней и более давней истории. военный корабль, превращенный в музей, тоже недалеко от порта. Здание города не слишком реставрирование. Бразильцы не очень заботятся о сохранении архитектуры, за исключением нескольких культовых сооружений, довольно симпатичных. Для туристов часть старого порта переделали набережную не только для туристов, но и для местных отдыхающих. Там есть рестораны, сувенирные киоски. Оставили для антуража старые портовые краны. Население штата Параа и города Белень немножко отличается от привычного нам стереотипа бразильцев, поскольку никогда здесь не было сельского хозяйства и потому не завозились черные рабы из Африки. Среднестатистический житель штата поэтому всего лишь на 10% африканец. Но поскольку контакты с индейцами Амазонии здесь существовали практически постоянно, то на остальное на еще 20% этот самый среднестатистический житель индейец. Остальные 70% считаются европейскими. Это потомки выходцев из Португалии и Испании в первую очередь. Местные жители как правило смолвые, причем оттенки кожи колодцы. Кофе с молоком в разных соотношениях кофе и молока. Себя они чаще всего относят к красе Парду. Так написано в паспортах, Парду означает коричневый. Город тропический, поэтому не только люди, но и животные тут очень разнообразны. Ближайшие родственники эволюционно-местных жителей это, конечно, приматы. И вид, который обычен многочислен в парках Билейна, цемири или беличьи обезьяны. Они достаточно деликатные, очень симпатичные, по поведению похожи на белок у нас в подсаду. То есть они глянчат еду ненавязчиво, чаще всего ее получают. Для привлечения туристов и отдыха местных жителей в парках развесили несколько ренивцев. Они, судя по всему, прекрасно себя чувствуют, потому что еда есть, а от дождя им построили навесы и они отдыхают. Также в парках на земле на дорожках можно увидеть странного золотого зайца агути. Они очень застенчивые, редко выходят на свет сфотографировать по уникросу. Птицы белейная это очень разнообразная группа по подсчетам там около 500 видов по радиокрестностях. Первыми бросаются в глаза в фигуральном смысле черные грифы они практически повсеместны. В отсутствие брановых в этом регионе они занимают нишу мусорщиков, кладочиков, хулиганов но птицы довольно привлекательные по крайней мере бразильцы их любят. Противоположность черным грифам белые цапли они тоже как ни странно очень обычные в городе особенно большая белая цапля очень удивительно их видеть отдыхающими на балконах жилых зданий или на крышах автобусных остановок и жемчужина орнитопауны в территории алый ибис очень яркая красивая птица тоже довольно обычный в парках города попугай весьма разнообразны прямо в городе но мелкие виды держатся в кронах деревьев высоко их хорошо слышно но практически никогда не видно а крупные макао запускаются пониже легко разглядеть на людей они так смотрят саркастически в городе обычных калибри к сожалению чаще всего их видно отдыхающим на проводах поэтому только клюв и кончик хвоста будет без запровода поэтому было везением сфотографировать кормящуюся птицу и мои любимые птицы кукушки гира-гира они держатся группами у них и внешность и поведение немножко странные абсолютно сумасшедшие птицы Дарвов замечательно их описывал просто бесподобные животные то что ближе к теме исследований рептилий ящерицы семейства Теиды аналоги наших лацертит несколько видов обитают в городе в том числе вот этот довольно крупный вид Амеева как ни странно очень обычно в городе игуан причем не только в парках но и в самых неожиданных местах на заборах на крышах домов может быть потому что они довольно крупные и хорошо заметны там где плотность популяции высокая этим пользуются эктопаразиты это вот эксодовые клещи тут практически цепились в горло этой самки амфибии менее заметны пожалуй только два вида чаще всего попадаются этот вид увидеть приходится не часто но зато слышно с наступлением темноты их из каждой лужи канавы это гвардодакт очень красивая песня совсем не плаханье скорее свист как у его этот вид молчаливый как правило но зато гораздо более заметен даже в темноте в ближайшем освещении не увидеть такую жабу невозможно это приняла Марина или Ага в городе на газонах на тротуарах тем более в парках они действуют здесь естественно что такое отбилие животных позволяет местным ученым зоологам и методам заниматься исследованием буквально не выходя из лаборатории не покидая города физическая наука в городе представлено трех центров это музей имени Эмилия Киромчей где очень сильная в научном смысле группа герпетологов есть орнитологи и реологи естественно много альтонологов в Шостанбрассе огромное есть сельскохозяйственный университет федеральный сельскохозяйственный университет Амазонии там есть кафедра паразитологии и наконец федеральный университет штата Пара с его институтом биологии и медицины и лабораторией гематологии и клеточной биологии на слайде здания лаборатории и вход корпуса университета расположены в южной части города немножко на отшибе на берегу реки и переходы между корпусами видите накрыты крышей потому что когда идет дождь зонтик поверьте мне не помогает лабораторией заведует профессор Джинина Сементо Дос-Сантос замечательная женщина прекрасный ученый преподаватель педагог и очень неплохой администратор ей помогает профессор Элани ИЗИ она же преподает паразитологию в сельскохозяйственном университете и профессор Адриано Фуртадо скорее цитолог и гистолог но в том числе руководит и студенческими работами по герметологии надежда и будущее бразильской герметологии профессор Франциско Тиаго Белосканцело Смело он стал профессором еще не достигнут 30-летнего возраста стажировался в Соединенных Штатах немножко в Европе очень талантливый свободно говорящий по-английски исследователь прекрасный преподаватель в проекте также участвовали аспиранты тут Ливиан и Асиан аспиранты лаборатории и в целом аспиранты студенты преподаватели этой лаборатории это такая дружная семья и профессор Джинни у них конечно мама лаборатория очень неплохо оснащена всем необходимым оборудованием и реактивами микроскопы разнообразнейших вплоть до Олимпус Олимпус ПИХ ДИХ-53 оснащенный ДИС приставкой есть центрифуги есть доступ студентов и преподавателей к лаборатории молекулярной и к сканирующему электронную микроскопу поэтому сразу по прибытии они стали тянуть с выполнением работ по проекту из жаб Ринелла Марина которые прогуливались вокруг здания лаборатории мы извлекли паразитов рак Раб Диаспора Энзис и изучили его жизненный цикл первая публикация по проекту не заставилась долго ждать ближайшие выезды на природу состоялись в парк это примерно 70 километров с северо-востока от Берейна небольшой участок тропического леса который почему-то называется парк с очень разнообразной плавной самым интересным видом как помню была вот эта саламандра гольдоглоса они здесь они довольно обычны в парке но достаточно редки на основной территории восточной Амазонии это эндемик к сожалению для проекта она была бессмысленна потому что это вид из семейства плетодонтида который на самом деле безлёгочный саламандр искать элементов лёгких не приходилось для проекта была вот эта вот жабка это южноамериканская обыкновенная жаба Ринелана Гайтифора и в ней мы нашли тот вид который я очень мечтал увидеть это Рабдиас Андрогина он был описан в 70-м году очень плохо и поверхностно а типовая территория это Расбериин и типовый хозяин это трид амфибий мы смогли собрать свежий материал изучить и таким образом дополнить описание ещё удивительное было то что видео которое тоже определяют как Ринелана Марвери и Кифора хотя этот комплекс сейчас включает около 15 видов амфибий из других частей восточной Амазонии в частности к востоку и как ни страну к западу от Белейна вид Рабдиазид был совершенно иным пока что мы думаем над названием и планируем его описание что вероятно подтверждает специфичность или не различия между этими видами амфибий поскольку наиболее вероятно что подтверждает специфичность к разным видам или монофиматическим группам внутри этого комплекса небольшой кратковременный выезд на остров Маражо это к северу от Белейна через залив Маражо противоположный берег мало что дал для проекта но зато из-за того что остров в большей степени освоен там идется сельско-взятьственная движенность там больше открытых участков и можно наблюдать птиц и фотографировать если повезет кукушка гира-гира в природной среде они живут группами и пока вся группа собирает беспозвоночных и мелких позвоночных в траве какая-нибудь одна кукушка обязательно сидит на дереве и сигнализирует приближение опасности хотя крик громкий но довольно нелогичный а вот еще один обычный технистат вид желтолица карака кричит по любому поводу и крик довольно неприятный интересная птица размером примерно с ворону такая же черная в общем жопиин здесь как раз повезло наблюдать брачный ритуал вначале самец демонстрирует яркие части своего оперения самки а потом кланяется исполнять такую интересную приятную песню если все хорошо то результат гнездо сплетенное из волокон и высотой километра на острове Маражо акклиматизирован азиатский водный буйвол используется не только для получения мяса и молока но и верховое животное особенно для развлечения туристов настоящие экспедиции проходили на территории национального леса Кашуана на берегу Одноменного залива в этой части всего было две экспедиции общей продолжительностью 4 недели конечно очень хотелось провести все положенные мне 6 месяцев там в лесу сливаясь с дикой флорой и фауной но поскольку по условиям проекта вывести собранный материал за пределы Бразилии никак не разрешалось то приходилось изучать все что собрано прямо на месте путь как видите не близкий даже по прямой около 300 километров а поскольку дорог в этой местности нет вовсе приходилось использовать речной транспорт вот этот корабль собственность музея имени Эмилия Геолджи около чуть более суток мы добирались из Берейна к Ашуану по великой реке она не кажется на снимках такой уж великой и широкой потому что как правило это берег реки и берег острова и фарватер все время проходит либо между островами либо между берегами реки и островами вода в низовьях такого характерного коричневого цвета из-за того что сносятся не такие частицы почв богатых железом местное население живет прямо у реки поскольку единственный способ куда-то добраться в качестве транспорта используются естественные лодки с самого разного водоизмещения естественно чаще моторные чем лесенные более крупные суда накрыты всегда крышей это не столько для комфорта сколько для того чтобы вода во время дождя не заполнила водку и утопила ее местное население ловит рыбу выращивает маниок собирает плоды леса потребляет все это на месте а излишки подает в городах пересадку с одного корабля на другое пришлось сделать в небольшом таком портовом городе Брэвес с очень уродливой статуей и культовым сооружением на заднем плане здесь мы удивленно наблюдали пресноводных розовых дельфинов они подбивают прямо кораблям и лодкам к сожалению сфотографировать не удалось в верховьях реки вода приобретает уже более нормальный цвет но из-за того что дно темное здесь это называют черная вода и вот в заливе Кашуана на берегу расположена цель наших экспедиций научная станция имени Феррейры Пенни это удивительное сооружение поскольку оно находится прямо в глубине девственного тропического леса здесь показан один из корпусов вот эта часть это криво это лаборатория здесь медпункт небольшой магазинчик есть корпус где вполне современная большая кухня и обеденный зал спальный корпус двуэтажный библиотека компьютерная компьютерный класс состав экспедиции был довольно стабильным хотя участники менялись с одной экспедиции к другой но это всегда половина геметологов и половина герпетологов что очень удобно и для наших исследований и позволяет использовать по максимуму тех животных которые мы там собирали лабораторные помещения очень хорошо оборудованы там есть главная проточная вода и электричество конечно всю технику и все реактивы мы везли с собой переходы между корпусами крытые на случай дождя есть спутниковый интернет и вай-фай учитывая что до ближайшего города надо добираться не один час это просто чудо что такая станция существует она окружена девственным практически нетронутым тропическим лесом хотя не всегда он такой дружелюбный и эти условия позволяли совершенно не задумываясь работодавших молодчак в проблемах работать по проекту собирать материал отлавливать антиперептилии изучать геметопауну в жаркое время погружаться в реке поэтому мне кажется что это и есть настоящий рай по крайней мере для геметологов местная пауна довольно разнообразна конечно мы задавались целью увидеть поймать все что нужно все что она окружала только антиперептилий численистоногие это в первую очередь паукообразные они наиболее заметны довольно крупные фрины бродячие пауки вот этот дайдайд небольшую лягушку птицеяды и скорпионы все пожалуй кроме скорпионов не смертельны но укусы бродячих пауков часто заканчиваются болезнью вот портрет фрина устрашающий вид но животные абсолютно безобидные разные таксиномические экологические группы пауков эти очень интересны тем что в качестве лопчего устройства используют длинную ногу а эти набрасывают небольшую сеть на пробегающую мадобычу другие беспозвоночные уникальные для меня наземная планария сантиметров 15 длиной цикады довольно обычные без звенит особенно в длинное время голосов хозяева и короли тропического леса это безусловно перепончатокрылые что-то не говорили о ягуарах осы разнообразные многочисленные и из-за того что они столь активные и многочисленные не рекомендуется посетителям леса заповедника использовать парфюмерию с острым запахом осам это может не понравиться и впоследствии неприятным муравьи пчелы в таком интересном везде похоже на рукотворный мури млекопитающие чаще всего попадались мелкие в частности мышиный осум устенчивый доброжелательный зверь древесные крысы ну и конечно приматы из них это Бразилия черные амазонские ревуны особенно во вторую экспедицию это хоровое пение было все светлое время суток усиливалось утром и вечером капуцины в природе часто образуют смешанные стаи стайки с саймири а этот замечательный экземпляр приручен местными жителями живет во дворе домашней ревуны а теперь те животные которые ближе к проекту немножко о них это адельфобат из галактонотус лягушка из семейства дендробатиды такой щепенец из славной семьи древолосов потому что практически все дендробатиды живут в кронах деревьев а этот живет на земле и может быть благодаря этому в нем все-таки нашли параистическую нематозу которую искали он сохранил привычки дендробатид в частности размножается все-таки на деревьях откладывая икру во временные водоемы в христалл бромейли или в дублах здесь на снимке самец переносит головастика из одного временного водоема в другой две цветовые морфы я так и не добился герпетологов внятного цвета это подвиды или разные виды во всем остальном они похожи но цвет как видите резко отличается вот из легких этой лягушки мы описали новый вид это рабдиас голоктунати следующий вид тоже довольно обычный два очень близких похожих вида крупных насемных лягушек семейства лаптодактилида лаптодактилида лаптодактилидс лаптодактилидс они в отличие от древолазов живут в норах туда же самка откладывает икринки там развиваются головастики ночью выходят из нор их легко увидеть по отраженному глазами ярко-оранжевому свету и этих амфибиях мы тоже обнаружили новый вид из-за его странной формы переднего конца тела назвали его равдиас станоцепля такая довольно безобидная змейка уже образная от рафтус-майер вопреки названию она совсем не крупная до полуметра длины и у нее в легких мы обнаружили новый гидродный сарбентирам дес эта змейка совсем не безобидная это одна из наиболее опасных змей в регионе бодропс-атракс копиловая змея крупные змеи окрашены неброско мелкие чуть ярче интересно что местное население мелких называют жара рака большинство бодропсов а крупных змей этого вида и всех удавов они называют живое и боятся одинаково и крупных и не в легких у этого вида змей мы обнаружили еще один новый вид сарбентирам дес атракс с очень интересной мархологией переднего конца тела на той же детали вот видно на снимке насколько хорошо маскирует окраска эту змею очень легко не заметить достаточно даже вступить рядом и упус очень болезненный без медицинского вмешательства чаще всего смерти эта змейка несмотря на упражающую такую позу это уже образная змея настоящая калюмбрида керониус экзолетус и у нее тоже мы нашли новый вид пока в процессе описания планируем назвать его серпентерапия смой в честь рейнджера парка который нам помогал исследовать три вида змей я не буду описывать каждый но они интересны тем что абсолютно отличаются по биологии и поведению наземная ужеобразная змея древесная ужеобразная змея и аспидовая змея тоже наземная но из другой экземмической группы и у всех трех мы обнаружили к сожалению только по одному экземпляру этой нематоды с очень странной морфологией я затрудняюсь уверенно отнести ее к какому-либо из известных родов семейства те животные которые не были использованы в проекте но интересны сами по себе филомедуза вайланти древесная довольно крупная лягушка местное название обезьянь лягушка из-за того что конечности длинные передвигаются она очень странно самка откладывает икру склеенный лист над каким-нибудь водоемом и кроволастики вырубляясь падают в воду и там разбиваются очень обычно на этой территории вообще-то кашуана с языка индейцев переводится как место где много сменит мы очень надеялись нам оказалось что-то вовсе не так но этот вид как раз обычный это садовый удал корайус портуанус испуганно он сворачивается в плотный шар посматривает оттуда взрослые окрашены не ярко довольно пестро а молодежь ярко окрашена красные коричневые кирпичные или даже розовый донат эти замечательные амфибии это амазофринелла минута пожалуй одна из самых нелких трав вот в этой паре самка 19 км длиной и вот этот вид древесных лягушек мастерцефорис тауринус глаз очень замечательный они активны ночью и песня их какая-то даже пугающая потому что издалека как будто грубо мужской волос где-то в лесу этот стихлопис компрессус абсолютно безобидная змея но краска очень яркая символизирует бессонность анаконда конечно же попалась всего один раз и не самая крупная всего полтора метра но все-таки интересная змея к сожалению бесперспективна для обнаружения в ней нематод поскольку годный брат жизни и напоследок единственный ботанический экземпляр это плод кубу асун из мякоти этого плода готовит замечательный напиток ничего вкуснее честно говоря не пивится на этом все благодарю вас на нематодору спасибо 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 Спасибо. Да, я попытаюсь быстренько найти этот слабенький. Вот это стандартная одежда для прогулок по лесу. Но чаще всего мы выходили в лес, в окрестностях города и в заповедном лесу по ночам, потому что тогда удобнее собирать животных. Действительно, их приходится собирать, а не отлавливать. Они малоподвижны, высвечиваются фонарем, и не можно подобрать. Но поскольку дожди там идут во влажный сезон, это февраль-март, несколько раз в день, то есть это настоящий тропический ливень, который может залить все, 3-4 раза в день такие дожди. В сухой сезон, пик сухого сезона, конец августа, такие ливни идут не каждый день. Влажность падает до критических 84%. Поэтому что-то защищающее от воды, хотя дождь теплый, и там можно гулять чем уходно, но все-таки рекомендуется, особенно если какие-то ценные предметы, оптика, документы с собой. Поэтому вот такие плащи очень удобные. На ногах обязательно щитки. То есть это рекомендуется, конечно, не рассказывали бы американских экотуристов, которые не соблюдали правил, это заканчивалось в больнице и в ближайшем городе. То есть обувь должна быть прочная, и щитки, предохраняющие от укусов змей, в действительности мне не пришлось проверять, насколько они предохраняют. Но поскольку на земле часто колючие ветки, то щитки не лишние, они просто защищают голени. Ну, захват для змей, ну это больше позерство, особенно студентке, надо ничего им не поймать. Ну, рекомендуется, конечно, иметь крючок и захват. Мало ли. Игорь Ильич, скажите, пожалуйста, во-первых, какая самая большая ага вам попадалась? Не такая, чтобы... Не огромная, да? Да, не огромная. То есть у них длина тела до 30 сантиметров, так пишут в литературе. Но средние размеры в популяции зависят от плотности. Вот в Австралии очень хорошо наблюдалось на границе популяции, размеры очень крупные. А когда популяция устоялась, установилась... Ну, начинается измельчение. Да. Второй вопрос. Контактировали ли вы там с паразитологами, которые заняты членистоногими? Хозяева которых изучают как хозяев членистоногих. Я скажу, в чем дело. Дело в том, что в Бразилии началась экспансия клеща Бороа Деструктор. Сначала для Капсони называли его. По всей Америке. И там была, в Сан-Паулу, была очень мощная, мощная группа специалистов. Попадались ли вам пчелы дикие? Нет. И контакт был ли с этими паразитологами, с паразитами, может быть, членистоногими? Нет, к сожалению, я не знаю, возможно, пчеловодство в регионе вообще никак не представлено. И они не считают пока, что это проблемой. Дикие пчелы, безусловно, попадались, но они очень отличаются от медоносной пчелы. Нет, это видно одиночные пчелы, да? Ну вот был улей. А, так есть и колониальные, да-да. Есть колониальные, разных размеров. Ну, даже внешне это совсем не то, что... И третье, вы в своем замечательном докладе, вы подошли к этому не только как прекрасный специалист-герментолог, но и как зоолог. Это было, мне, например, очень интересно. Но, тем не менее, каждый раз хочется узнать что-то новое. Новое, в отличие от Юго-Восточной Азии, стран Юго-Восточной Азии, трофиков Юго-Восточной Азии, есть ли там наземные пьялки? Нет. Не было, да? Спасибо. Из неприятностей, которые поджидают, мол, достаточно... Достаточно и без пьялок, да? Нет, там, в действительности, там не так все это опасно, как кажется, отсюда представляя тропический лес, средоточие каких-то там болезней и против кровососов. Там комары и москиты, да, но не очень многочисленные. Как ни странно, они активны чаще днем, чем ночью. То есть ночные экскурсии в лес, как обычно, ничего нас не беспокоило. Пьявок нет. Заболевания в городе как раз больше, ну, из-за большей плотности населения, город более опасен. Там четыре вида вирусных лихорадок, все переносятся, айдес, альбургиктус. Лихорадка дембе, чебунгунья, желтая, ну и вирус зика недавно обнаружены. Еще один вопросик уже. Скажите, пожалуйста, вот эти вот обезьянки, которые в городах часто встречались, вы их показывали, у них достаточно симпатичный вид. Они менее нахальные, чем макаки и, допустим, в городах Индии, Восточной Азии и вообще? Да, они очень воспитанные. Они не тревожат людей. Даже нельзя сказать, что они выклянчивают еду. Их можно приманить на печенье, когда используется свет. Еще пытанием просто задавать. Скажите, пожалуйста, а вот в тропических вот этих лесах, как распространено, сухо сравнительно под ногами, или заболоченные участки тоже есть, они не занимают примерно долю? Там скорее есть участки незаболоченные. Все-таки, да, из-за довольно ровной местности и постоянных осадков вода не успевает уходить даже в тех местах, где уровень фрунтовых воду ниже. Да, большая часть леса, но это не болото как таковое, это просто влажная, очень влажная почва. То есть сапоги, резиновые сапоги, это, пожалуй, самый лучший выход из обуви, но для обуви. Ну и, соответственно, наверное, наземных животных не так много. Не только среди амфибий, но и других групп. Да, конечно. Там интересно, что и муравьи, термиты строят гнезда на деревьях. На земле это невозможно, иначе все задумано. Понятно. И второй вопрос. Вы вскрывали много амфибий и рептилий. Вы смотрели только легкие или смотрели и кишечник? Безусловно, смотрели и собирали все. Мы были немножко ограничены правилами, навязанными гипертологами, потому что, ну, с одной стороны, конечно, участие гипертологов – это большой подарок, определение видов, да и вообще, чтобы материал найти, знать, где их можно. Не выкрасывать тушку после вскрытия, отдать ее в музей – это гораздо лучше, чем… Но приходилось очень осторожно вскрывать, чтобы экземпляр верхушки или даже змеи не разваливался после вскрытия, а был экспонатом музея. Смотрели кишечник легкие, брались пробы тканей, кровь, содержимое задней кишки для исследования, во-первых, для молекулярных исследований гипертологических, во-вторых, для исследования одноклеточных паразитов, потом мазки и заспиртованный материал отсылался к специалистам. Кишечник – полость тела по возможности, потому что заглянуть через узкий разрез, который нам позволяли сделать брюшной полости, не всегда удавалось, но несколько раз, скорее, случайно, чем намеренно, филярии из полости тела и под кожей мы доставали. Ну и совсем уже такой специальный вопрос. В Северной Америке у амфибий, в частности у хвостатых амфибий, довольно богатая фауна сестоп. В Полиарктике даже в целом один единственный вид, найденный когда-то, описанный в Карпатах нами. А как в Южной Америке в этом плане? Нам не попадались. Единственный вид хвостатых, который мы изучили – это вот этот бритоглос аппарандис. Может быть, совсем не так, как в Северной Америке, потому что в Южной Америке аборигенных групп хвостатых амфибий нет. То есть есть пришедшие из Северной Америки через Центральную, как раз вот это семейство Барадандиды. Да, это узкое горлышко. Они могли или потерять, или приобрести Коммунинскую эволюционную цистоту. Понятно. Спасибо. Ласка еще за питание. Личительные аппараты фермики съедают под деревьями или нет? Или остается хоть какой-то аппарат? Да, остается слой. Слой аппарата постоянно. Есть, да? Есть. Там живут некоторые интересовавшие нас виды амфибий. Их очень трудно обнаружить, потому что они прячутся в листьях. Но помимо сбора руками мы еще ставили ловушки, выкапывали в метровой глубины бидоны. И туда попадалась фауна, листового аппада, в том числе амфибий или некоторые рептивии. Потому что во Вьетнаме там просто голая земля. Ну, в смысле, без аппада съедается все термитов. Здесь термитов не так много. Видимо, им хватает. А не только дельминологов в гости зовут? В общем-то, я думаю, несмотря на кризис, и кто же с 2015 года немножко штормит от экономических неглядец, оформить проект вот в этой программе «Наука без границ», наверное, не так, по крайней мере, не трудно. Может быть сложно, но это сложности бразильской стороны, а не потенциальных участников из-за рубежа. То есть там бюрократия весьма развита и бумаг нужно очень много. Но они берут это все на себя, поскольку они обязаны этим заниматься. Я думаю, что если найти в любой области, в любой научной организации Бразилии, то оформить такой проект вполне возможно. А если не секрет, какой объем финансирования тебя? Я не знаю точных цифр. Могу сказать так, что проект предполагал для меня четыре поездки в Бразилию. То есть на одни билеты уж немало денег. Прибывание хорошо оплачивается на уровне ставки профессора университета. То есть на это уходят деньги. Любое, я так понимаю, в разумных пределах оборудования можно было приобрести, было приобретено в рамках проекта. И экспедиции в Кашвану, учитывая, что даже продукты приходилось покупать и везти с собой, на месте ничего нет. И оплата использования станции, это отдельная статья расходов. То есть там известны цифры, где-то две тысячи реалов на человека две недели. То есть это в целом была, думаю, серьезная сумма, но все покрывалось проектом. Из его испытаний, да, я тоже. У меня такой еще вопрос. Вот Вы говорили, что Вы писали там новые виды герметов. А вот во время Вашего присутствия и Ваших исследований вы писали, или вам вы видели еще какие-то герметики? И как Вы написали новые виды? Как Вы писали новые виды? Я не уверен, что они описали, или что они до сих пор не описали. По крайней мере, два вида на моих глазах хорошие, знающие специалисты не могли определить. И предположили, что это скорее всего новые виды. Одна ящерица семейства гемотомиды, они такие неброские и невзрачные. И из древесных лягушек вначале было предположение, что это сцинокс-рубер. Но это скорее всего сцинокс, но неизвестно какой. Очень интересная группа амфибий. Герпетологи там традиционно. И в университете, и в музее есть профессора, преподаватели и масса аспирантов и студентов. Но я знаю два случая, когда герпетологи уходили там. То есть те, кто магистрскую писал по амфибиям и герпетиям, дальше PHD уже писали по герпетологии. Потому что, не знаю почему, но их знания были, безусловно, востребованы, потому что они работали с герпетами амфибиями и герпетиями. Еще один вопрос у меня возник. Какие перспективы сотрудничества для вас герпетологи? В тебе разы же стало? В общем-то, мне была обещана повторная подача аналогичного проекта на следующие три года. Но это я воспринимаю как декларацию намерения, а не как планы. Некоторые данные мы еще не опубликовали, и описание некоторых видов все еще в процессе. Там необходимо молекулярные исследования, то есть те виды, которые не слишком явные. Продолжаем изучать, и публикации еще будут по теме. Дело в том, что у местных жителей, не знаю, это касается всех бразильцев или только жителей штата Пара, они очень доброжелательные, искренние, веселые люди, но совершенно необязательные. Их такая вот легкомысленность, она иногда мешает работе. Возможно, это связано с тем, что у них в году один сезон, они не готовят сани летом или телегу зимой. Жизнь довольно беззаботная. Понятия дедлайн для них не существует вообще. Интересно было бы и южную часть произведений. Да, конечно. Там, в первую очередь, Пантанал интересный. Туда добраться, наверное, проще с юга. Но эта научная группа не работает за пределами штата Параху, федеральный мирский. Есть группа, работающая в Пантанале, но пока они на связь не выходят. Вакцинации и когда необходимо было ее делать? Прибытие или за некоторое время на Европе? Требований формальных не было. Хотя предупреждали, что на въезде в страну могут проверить наличие вакцинации желтой или краткой. Желтая или кратка, это, пожалуй, в этой местности единственное заболевание, признанное опасным. Поэтому требует формально вакцинироваться до поездки в Бразилию. Рекомендуют еще гепатит, столкняк. Малярия там не самая распространенная и в самой опасной форме существует. Поэтому я спрашивал у коллег, они сказали, если заболеют, за три дня мы вылечим, но пить таблетки заранее не рекомендуется. Поэтому только желтая лихорадка. В Бразилии вакцинация желтой лихорадки бесплатна для граждан страны. Раз в 10 лет мы будем получить. У нас где делают такие прививки? У нас это Октябрьская больница. То есть о них есть информация в интернет. Там единственная сложность, что дозировка рассчитана на два человека, поэтому приходится ждать второго. Ну, они обычно дают контакты. У меня это заняло полдня. Я все нормально пытаюсь, но я очень дякую вам самому. Ну, отзвечай, спасибо вам доброе. Спасибо.